В столице прошел первый отраслевой форум инноваций в спорте и здоровом образе жизни. Руководители фитнес-центров, тренеры, организаторы спортивных мероприятий, разработчики специального медицинского оборудования и многие другие предприниматели собрались в цифровом деловом пространстве, чтобы обсудить актуальные проблемы отрасли, заявить о своих инновационных проектах и наладить новые связи. Ключевая цель форума – дать возможность разработчикам презентовать свою продукцию, а потенциальным заказчикам рассказать о потребностях. Мероприятие прошло в формате панельных дискуссий и презентаций. Среди представленных работ – проекты, направленные на цифровизацию спортивной индустрии и привлечение в нее инвестиций, а также создание инфраструктуры поддержки. То, что раньше было в оффлайне, теперь переходит в онлайн, это создание различных цифровых ресурсов, цифровых помощников, которые позволяют без тренера же даже тренироваться, следить за своим здоровым образом жизни, за своим питанием. Конечно, очень много связано с различным спортивным оборудованием, которое позволит, наверное, оптимизировать свои тренировки, умные гантели или стенд по подготовке себя к экстремальным видам спорта. В ходе дискуссий участники форума также затронули тему развития автомобильного спорта. Это направление хоть и не является приоритетным для властей, в последнее время ему уделяется все больше внимания. Конечно же, для нас очень важно поддерживать эту инициативу, потому что, по сути, автоспорт – это, назовем так, это пилотное. Для нас площадка пилотирования иногда является, не знаю, там, какой-то объектом, на котором отработать нужна технология, а для автомобильной отрасли автоспорт – это является пилотным пилотом для того, чтобы внедрять какую-то новую технологию уже в серийное производство, на автомобиль, в который мы с вами ежедневно ездим. С целью популяризации автоспорта среди молодежи правительство Москвы ежегодно проводит «Формулу студент» – соревнования для институтских команд. В этом году также было объявлено о создании межотраслевого кластера, на базе которого университеты объединились с предпринимателями. Это необходимо, чтобы студенты уже во время учебы погружались в профессию, а бизнесмены привлекали новые таланты и черпали свежие идеи. Продолжение следует...